Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, хочу я поговорить с вами немножко о Ирине Ветровой. Хотела сказать о канале Ирина Ветрова, но как такового канала нет. Я хотела кое-какие точки над «и» расставить. Залетел, значит, ребят, ко мне комментарий. С липового канала, который многие почему-то воспринимают, что это новый канал Ветровой. Это не новый канал Ветровой, это не её канал. Туда просто закидывают нарезки из вот этих вот видеороликов, да, последних, которые выпускала Ира. И залетел мне комментарий, я сейчас его зачитаю вам. Понятия не имею, кто автор канала, но то, что этот канал напрягал Ирину, я знаю точно. Значит, написано. Нина сто процентов купила Ирину. Это намекнула вишенка на торте у себя в новом видео. Типа Нина не разбирается в людях и видео про Ирину, но она не может больше сказать. Интересно, каким таким образом я намекнула на то, что Нина купила Ирину. Если Нина не разбирается в людях, это не значит, что она купила Ирину. Вы знаете, я тоже думала про это, что, возможно, заплатила, возможно, я не знаю, какие-то деньги перевела. Но опять же, ребят, давайте мозг включать. Пиратка будет кому-то платить. Да она жадная неизвестно какая. Это же такая жмутина. Никому она и копейки не даст. Она к Фофиной родне идет с пустыми руками, чтобы еще с собой потом притащить. Что она может заплатить? Да и нужно ли ей что-то платить? Я, на самом деле, после того, как выпустила свой видеоролик, очень долго думала над тем, почему, почему так Ирина поступила. И, вы знаете, посмотрев взор мистера ВВ, я задумалась, что, возможно, что-то у нее произошло. Возможно, у нее какие-то проблемы. Ну, не исключено, что, может быть, проблемы и с алкашкой есть, и были у нее, ну, когда она пропадала надолго. Но не факт, что она там уходила в запой или еще чем-то там неугодным занималась. Мы же не знаем, какие могут быть проблемы у человека. Ну, мало ли что, ребят, ну, серьезно, может, у нее действительно что-то произошло, что-то случилось, и, может быть, в нервной системе что-то переклинило. Я так же, как и все, не понимаю и не могу понять ее поступка, вот этого переобувания в воздухе. Порой я думаю, что ей просто хотелось соскочить, просто хотелось уйти от обзоров. И, может быть, она себе намудрила вот такой вот способ дурацкий встать на защиту тех, кого она, скажем так, поливала. И поливала она прилично. И поливала она, ребят, повторюсь, прилично. Не каждый обзорщик может вообще позволить себе такое, что позволяло Ветрова. И, может быть, это и был ее какой-то такой нафантазированный метод, что вот она сейчас всех пожалеет, встанет на защиту тех, кого она там обсуждала, обозревала, обзывала и проходилась. И все. И якобы больше не будет обзоров. Но поняла, что она провалилась и начали уходить подписчики. Она пилила один за одним видосы уже просто на стрессе. Ну и, возможно, да, она подогревала себя алкоголем. Но то, что я точно не знаю, что там произошло, ну, это, ребят, я могу вам сказать честно. Я действительно знаю только то, что знают все. Личка абсолютно никаким образом не связана с уходом Ветровой и с ее вот этим новым мнением абсолютно никак. Личка связана с другим. Да, это касается Нины, но это не касается ухода Ветровой и ее поведения. Ее поведение никому невозможно почему-то понять. Можно делать только какие-то выводы, только думать. Почему? Зачем? Для чего? Я не думаю, что она стала бы продаваться Нине за каких-то там 20 долларов, 20 евро, да даже за 100. Канал приносил хоть какие-то ей деньги. Там небольшие, ребят, потому что она редко выходила и немного она на канале зарабатывала. Ну, если только у нее кто-то был, кто ей донатил. Ссылка на донат у нее была. И, возможно, у нее были какие-то донатеры, которые донатили ей, и, возможно, это с этим как-то и связано. Хотя, не знаю, ребят. Почему-то больше я думаю, что, ну, возможно, в жизни у нее что-то произошло. Мы же не знаем, ребят, этого. Возможно, как раз-таки и послужило тем, что вот она себя решила так повести. Так вот повернуть все. Ну, повернуть как? Спрыгнуть с обзоров. Но получилось это вот так вот неудачно, что она, скажем так, просто вляпалась, опозорилась, и пришлось ей удалить канал. Хотя я, ребят, хочу сказать, что еще неизвестно, удалила она канал или не удалила. Но то, что мы не видим канал, это факт. И я уже говорила в прошлый раз, что канал как-то возможно скрыть. Хотя пробовали провести такие манипуляции, и нет. Вроде как не получается. Ну, ребят, посмотрим. Пройдет время, пройдут несколько там дней, ну, неделя. Если канал не появится, значит, она его удалила. И проверяется это очень просто через статистику на Social Blade. Ну, на самом деле, я думаю, что, возможно, скорее всего, она его и хлопнула. Просто нервная система ее, возможно, не выдержала. Того, что она натворила, плюс столько хейта. Ну, не то, что натворила. Может, она и хотела натворить, но она только не думала, что будет столько негатива и будет столько грязи. Возможно, не выдержала, и, возможно, она его удалила. Ну, ребят, хочу сказать. Ну, нет ветровой на Ютубе. И нет. Но смотрю, что эта тема просто вот не дает покоя. Почему? Зачем? Начинают выискивать меня, приплетать к этому всему. Что я что-то знаю, но говорить не могу. Не знаю я, ребят, почему, зачем, для чего она это сделала. Переобулась, а потом удалилась. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok